ПЕСНЯ 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 Привет, родители. А, Анвар. Ну вот, явился наконец-то. А мы уже решили, что уедем и попрощавшись. Не хотелось бы вас огорчать, но, кажется, вам крупно не повезло. По последним данным, в Европе стоит небывалая жара. Так что берегитесь солнечного удара. Сынок, когда ты стоишь серьезным, пора уже и за ум тебя взяться. Этим увлекается в детстве, а ты все-таки в девятом классе. Согласен, отец, но мне это интересно. Лучше бы подумал о будущей профессии. Анвар, не забывай каждую неделю выключать холодильник. Не беспокойся, мам, не забуду. Ему ведь до окончания школы еще целых два года. Ну и что? Я в его возрасте себе на хлеб зарабатывал. А он, кроме змеев, до своих птичек ничего знать не желает. Но не век же ему сидеть за папочкиной спиной. У тебя было одно детство, у него другое. Анвар, я сдала белье в прачечную, получишь. Ладно. Вот ты заговорил о серьезном. А раньше ты думал об этом? Нет. Ты постоянно в экспедициях и ни разу не поговорил с мальчиком, как мужчина с мужчиной. Эту взять? Да. Шестнадцать. Тоже мне возраст. Напрасно ты так думаешь. Сегодня утром он сам заговорил со мной. Его интересует орнитология. Чепуха. Мальчишеская забава. Ну, раз ты так хочешь, я сейчас поговорю с ним. Попытаюсь. Анвар, давай поговорим о твоем будущем. Почему бы тебе не заняться археологией? Это очень увлекательная профессия. Перед тобой откроются неведомые миры. Жизнь древних народов, цивилизаций. Сагдийское царство. Империя Кушан. Ты прониклишь в тайные крепостей, курганов. О, до чего заманчиво. Конечно. А как же орнитология? Мои птицы. Что? А, ты опять за свое, сынок. Неужели тебе еще не надоело возиться с этими пичугами? Я буду орнитологом. Ну, и настырная же ты. А вообще-то, сынок, орнитология, это неплохое хобби. Но со временем это пройдет. Убежден, рано или поздно ты забудешь своих пернаток так же, как и они тебя. Убежден, рано или поздно. Я не знаю, как и они. Оставляй тару, ребята. Ну, у всех выпьем. Поехали. Ах, хорошо. Но мало, мало. А что, скинемся еще на пару пузыречков? Не стой. Да нет, на сегодня хватит, братцы. Почему? Мне лично, ребята, домой пора. А у меня завтра семинар. Да и вообще это мне было ни к чему. Ах, семинар. В люди, значит, выбиваемся. В профессуру полезли. Пижон. А ну, доставай монету. Пропаливай отсюда. Выставай ему как следует. Как ты сказал? Да я сказал, пропаливай. Пропаливай, Мароша. Ну, ногами. А ну, кончай базар. А вам здорово повезло, ребятки. А это что за парни были? Да так, свои. Давайте знакомиться. Владимир Марат. А вас как зовут? Эркин. Эркин. Подожди. Ты меня до базара не подбросишь? Хорошо, подвезу. Гуля. Папа, мы в зоопарк? Нет, малыш, я еду в командировку. Вот видишь, и портфель с собой взял. Не задерживай папу, он торопится. Скоро вернусь и пойдем в зоопарк, хорошо? Ну, ладно. Тебе что-то часто стали посылать в командировки. Ничего не поделаешь, работа есть работа. Ты уезжаешь дня на два или больше? Ты так говоришь, будто мне эти командировки доставляют удовольствие. Мне самому обидно, извини. Обратно я не смогу тебя довести. Ничего не волнуйся, я доберусь. Мне не верится, что мы целых два дня будем вместе. Как мне с тобой хорошо, милый. Я все время думаю о тебе. Ты меня любишь? А ты? Правда? Угу. Это чудесно. Когда я с тобой, Манзура, я забываю обо всем на свете. Обо всем на свете. Мне было бы грех роптать на свою судьбу. А вдруг все это кончится? Как же я буду жить после этого? Не дай бог. Сколько их сегодня, однако? Кого? Да некрологи в газете. Дай-ка. Что? Саид Акя умер. Кто это? Ты его знаешь? Да. Он дружил с отцом моей приятельницы. Кажется, занял у них недавно большую сумму. А им сейчас деньги нужны, мебель покупают. Теперь просить-то неудобно. Похороны, траур. Да. Так что, ребят, значит, учимся? Учимся. В техникуме. Ну и как? Скучновато. Ну давайте. Выпьем. А дома как? Хоть не возвращайся. Еще что-нибудь принести, Эркинака? Нет, спасибо, дорогой, не надо. Ну, налетайте, мальчики. Спасибо, Эркинака. Да, невеселые у вас дела, как я вижу. Ну, выпьем? Друзья мои, я человек современный. Ну, немножко чудак, это есть. Люблю иной раз сделать что-нибудь приятное. Вот смотрю я на вас и думаю, хорошие вы ребята. А пропадайте под гитару и копеечный портвейн. А ведь можно жить иначе. Но для этого надо чуть-чуть потрудиться. Не понимаю, о чем вы? Цены вы себе не знаете, мальчики. Ну, встали? Братцы, я бы хотел вас попросить об одном одолжении. Не откажете? О чем разговор, Эркинака? Я уезжаю в командировку, а на мое имя придет перевод. Дней через десять вы зайдете на почту. И по моей доверенности вы получите там рубликов по двести. На каждого. Итого четыреста. Сто ваше. За труды. Идет? А это все чисто. Как первый снег, Вадик. И даже чище. Ведь деньги-то мои. Хочу подкинуть вам на мелкие расходы. Ну, я не настаиваю. Что ж, как знаете. Садитесь. Эркинака, мы согласны. Хорошо. Но только с этими гривами надо будет кончать. Ребята, вы отличные, а выглядите как-то странно. Да. Кажется, в парикмахерских бесплатно не стригут. Да еще вам нужно будет приодеться. Берите, берите, не стесняйтесь. И не забудьте взять паспорта. А я вас найду. А я вас найду. Не забудьте. Вот это вы можете не забыть. А я вас найду. Ну, вот. Опять пришлось вас вызывать. Прогуливают, волосы отрастили. Страшно смотреть. Ведут они себя по-прежнему вызывающе. Неужели вы, взрослый человек, не можете внушить своему сыну, что так долго продолжаться не может? Я целый день на работе. Да и разговор у нас не получается. А потом скажешь ему слово, а он тебе десять в ответ. Так. А с вашим сыном как быть, товарищ Козлова? Ведь отчислим из техникума совсем с пути собьется. Вы бы его хоть дома заниматься заставили. У него одни двойки в семестре. Да когда ему заниматься-то? Ни одного дня спокойно не проходит. Муж-то у меня пьет. Такие скандалы каждый день, что впору хоть из дома беги. Вот Вадик и убегает. Избучилась я. Успокойтесь, товарищ Козлова. Успокойтесь. Вашего мужа надо будет попытаться направить на лечение. С ребятами я еще раз поговорю. Вызовем на бюро комсомола. А вам, как отцу, следует быть построже. Ребята, смотрите, чучело у людей превратилось. Наконец-то! Эй, где ваши кудри? Что случилось, а? Да, это оченьbourgно. Ну, в пределах! Вызовем в старт! Как убегать? Они все особо заходы. Вызовем в парк. В парк. Заходи пустыеядки. Потому что, мусор, с мусором, вызв:"Семнение сидит". А? Мы обязательно будем работать. Устраивает? Да что их слушать, Шавкат? Гнать таких надо из техникума. Лоботрясы. Правильно, гнать надо. Только нас позорят. Работайте, работайте. Ну, ладно, ладно. Гуляйте. Вот ваши деньги. Отлично. Саида, съедим по мороженому. Нет, не могу. Пошли. Нет, нет. Мне в библиотеку надо. Ну, почему? До завтра. Знаете этого парня? Первый раз видим. Познакомьтесь. Но долго здесь не засиживаетесь. Этим делом тоже. Не увлекайтесь. Завтра здесь, в половине пятого. Пока. Школьник, зачем он Алиеву? Эй, парень, ты чего один скучаешь? Ну-ка, давай за наш стол. Ну, иди. Садись, не стесняйся. Садись. Хочешь выпить коктейль? Пей. Неплохая штука. Может, музыку послушаем? Ну, валяй. Не засиживайтесь. Не увлекайтесь. А может, засидимся, а? Мороженое будете есть? Да нет. Тебя как зовут? Анвар. Вадим. Марат. Ты любишь, когда тобой командуют. Терпеть не могу. А чего бы тебе хотелось? Я больше всего люблю птиц. Люблю смотреть, как они взлетают в небо. И вообще, птицы. Самые прекрасные существа на свете. Я давно изучаю их. Скорее бы уж кончить школу, поступить в университет. Тогда я смогу заняться орнитологией. Чем? Чем? Орни? Как? Орнитологией. Ну, это такая наука. Она изучает жизнь птиц. Да неужели вы никогда не слышали об этом? Ребят. Марат. А ну, подойди. Ясно. Пьян. На какие деньги ты изволишь веселиться? Может быть, твоя сердобольная мама оказывает тебе посильную помощь? А у меня свои деньги. Не ворую. Свои? Своих денег у тебя не было. И нет. Свои деньги в этом доме есть только у меня. И заруби это на своем щенячьем носу. Свои деньги я выкручиваю на грузовике по 8 часов. А после баранки ночью у меня руки трясутся. И у тебя скоро начнут трястись. Ну, от водки. Тихо, прошу вас. Соседи услышат. А ты не вмешивайся. Не сумела воспитать, так молчи. Сынок, извинись перед отцом. Иди спать. Прошу тебя. Он не будет извиняться. Как же? Гордость ему не позволяет. Извинись. Перед отцом я извинился бы. Но он погиб. А вы мне его не замените. Вы для меня никто. Сопляк. Он себя ведет все хуже и хуже. Откуда у него деньги? Привет, Марат. Ты чего так поздно? Да, отец опять всю ночь буянил. Вот я и проспал. Не весело. Да. Пойдем? Пойдем. В газете есть статья про птиц. Надо ее показать Анвару. Он, наверное, на станции юных техников. Давай занесем. Заходи. Добрый день. Сегодня понедельник. 12 часов 17 минут. Идет процесс извлечения истины в споре. Кто вас интересует? Мы... Информация неполная. Как найти Анвара Гулям Хаджаева? Такого в секции кибернетики нет. Да что с ним говорить? Пойдем спросим у ребят. Научить электронный мозг балаганным фокусом нетрудно. Но в этом ли наша цель? Конечно не цель. Балаган и наука. Позвольте, позвольте. Кино тоже родилось в балагане. Не в том суть вопроса. Чудесно согласен. И развиваю свою мысль. Разве плохо, если наш анализатор сначала научится хотя бы в схеме определять характер человека по самой общей информации? Простите. Всего лишь один вопрос. Каким образом вы отчутились здесь? Через дверь. И он впустил вас? Сейчас проверим. Ясно. Сегодня его запрограммировал самый уступчивый из нас. Ты, Магруф. Да, но я... Поэтому робот впустил чужих. Не отказал. Так, что же вам угодно? Мы ищем Анвара Гулям Хаджаева. А, это шеф орнитологов. Они нам здорово помогают в области теории ориентации внутреннего. Он здесь? Не видел. Ориентация, информация. А вообще дельные ребята. А, зануды. Некогда, некогда. Что с тобой в последнее время? А как же фотовыставка? Ты же мне обещала. А еще друг называется. Ну, тогда и мог. А теперь нет. Неужели опять из-за твоих птиц? Да, и из-за них. А потом я таких ребят встретил. Не то, что тихоня из нашего класса. Ты смотри, орнитолог появился. О. А что в них такого особенного? А то, что мне с ними интересно. Между прочим, они студенты техникума. И ко мне хорошо относятся. Давай попьем. Да вот они. Идиот, птичник. Здорово. Вы что здесь, загораете? Заходили на станцию юных техников, но робот нас проинформировал, что ты отсутствуешь. И мы решили подождать тебя. Возьми. На последней странице любопытные сведения о жизни черных дроздов. Спасибо, ребят. Когда увидимся? Вечером. Если тебе хочется. Идет? Идет. Отчаливаем. Мне не нравятся твои новые товарищи. Ты их еще просто не знаешь. Вчера отчим снова у меня допытывался. Откуда беру деньги? Ты что? А я сказал, не бойся, не ворую. А разве не так? По почте получаем. Хотят, вышлют, хотят, нет. Дело добровольное. Это верно. Только мне лично это непонятно. Послушай, Веркин Ака не велел нам совать нос в эти дела? Уважаемый Марат Кафурович, с прискорбием сообщаем вам, что ваш друг, а наш отец, скончался 9 сентября. Высылая вам его долг, мы хотели бы... я все понял. Покойникам пишем. Спокойников долги требуем. Ох, замотались. Жарища. Я тут соскучился без вас, друзья. Вот. Себя не обидели? Нет, все по такси. А с Анваром виделись? Парень подходящий. Проверим. С отцом как? С Кавернен. Пьет без каникул. Отправь ты его на принудительное лечение. Наверное, так и придется. Но как? Раз плюнуть. Хочешь устрою. Учреждение люкс. Выйди огурчиком, хоть заново начинай. Хорошо бы. Помогите, Иркинока. Будет сделано. Кстати, наши дела учебе не мешают? В техникуме на нас косятся. Срочно подтянитесь. В жизни, ребята, все должно быть гармонично. И знания, и деньги, и удовольствие, которое ты получаешь от того и от другого. Деньги из Нукуса, Корши и Самарканда. А теперь, дорогие друзья, мы потревожим наших должников Фергане, Андижане и Бухаре. Я думаю, можно просить рубликов. Ну, подвесьте, не больше. Вам виднее. Содержание писем прежнее. Вот адреса. Не хватает нам еще одного компаньона? Один ваш приятель помер. Что? Жаль, я этого не знал. Бедный Гафурака. А эти-то живы? Раз пишут, значит, живы. Интересно, что же они пишут. Сегодня с переводом пришло еще одно письмо. Можно прочесть? Не вашего ума дела. Уговор был простой. Вы своим почерком пишете письма и за это получаете проценты с перевода. Не так ли? Иркинака, мне эти переводы уже по ночам снятся. Сколько врать приходится. Все допытываются, откуда у меня деньги. А на какие деньги ты каждый вечер в кафе просиживаешь? На эти? А кто вас, косматых, на людей похожими сделал? Вот именно. На людей-то мы только похожи. А как к следователю потянут, да наизнанку вывернут, там станет ясно, какие мы люди. Чигирь, видите, он черпает воду, а на ворыке не убавляется. И у чайханщика на огороде каждый год урожай. И никто ему дело за это не шьет. Дошло? Месяцами я выдумывал нашу фирму, перебирал сотни вариантов и как Коран вызубрил кодекс. Потом стал искать вас, дураков. Нашел и не ошибся. Но если вы рассчитываете легко отделаться и выйти сухими из воды, то вы ошибаетесь, милейшие. Надеюсь, дело до этого не дойдет. Уезжаете завтра в экспедицию? Да. Мои коллеги при раскопках обнаружили древние рукописи. Что-нибудь стоящее? Пока еще не знаю. Но судя по данности захоронения, находка должна быть очень ценной. А вдруг это открытие мирового значения? Вполне возможно. Будь добр, подай ключ на 12. Вот. На своем драндулете поедете. Он еще развалится у вас по дороге. Не развалится. Надеетесь, но готовьте трактор на обратный путь. Как в прошлый раз. А не слишком ли рано ты начал дерзить, мой мальчик? Сегодня я слышу это уже во второй раз. Так. От кого же первый, если не секрет? От кого? Поделись. Я написал сочинение на вольную тему, а мне влетело от учительницы. Стало быть, получил по заслугам, а? Я думаю, что нет. А что за вольная тема? Я выбрал Амар Хаяма. Учительница придралась, спросила, кто внушил мне про вино, про любовь, про наслаждение. Сказала, что я не дорос до Амар Хаяма. И, конечно, тебе стало обидно. Нет. Я просто сообщил ей, что имею паспорт. Могу сдать на любительские права, водить мотоцикл. И к тому же я дорос до Амар Хаяма. Ей это не очень понравилось. Еще бы. Завтра она хочет поговорить с вами, отец. Слушай, ты же знаешь, что мне завтра надо уезжать. Уладь это дело как-нибудь сам. А вообще-то ты уж выбирай, тем и полегче. Получишь аттестат потом что хочешь, то и пиши. Значит, до аттестата я должен скрывать свои мысли? Ну, бывают такие ситуации, когда лучше промолчать. Одним словом, в школу сходит мама. Она у нас умница, педагог. И гораздо легче будет найти общий язык с учительницей. Ты в первый раз. А мы уже там бывали. Отличное место. Берите, мушкетеры. Сегодня можно. Дай сюда. Ты спаиваешь ребят. Soon. Ма Семен. Ма Семен. Тихо, не брызгай, Марат. Что ты делаешь? Что это за мальчики? Сыновья сослуживцев. А что? Ты чем-то недовольна? Неужели только сейчас заметил? Ты что-то скрываешь от меня. А зачем? Ведь ближе меня у тебя никого нет, Эркин. Может, ты считаешь, что мне необязательно знать о твоих делах. Но если... Давай рыбачить. Холодная вода. Хорошо. Главное держаться за Эркина. Тогда и мы в порядке будем. А не так, как в прошлый раз в Чихане. Ты там тоже отличился. Все. Мир. Забыли? Да ладно. Ребят, я что-то не совсем понимаю. О чем идет речь? Скоро поймешь. У нас дома теперь все в ажуре. Отец мой от зеленого змея избавился. А я вместо него. А я вот, брат, решил распрощаться с отчимом. Надоело выслушивать каждый раз одно и то же. Уйду от греха. От какого греха? Известно от какого. Чтобы не вмазать ему разок. Слушай, Вадя, можно я у тебя переночую? Недельки две. О чем разговор? Постой, постой. Как это вмазать? Пожилому человеку? Да ты что? Что ты говоришь, Марат? Так вот, слушай и запоминай. Надо всегда делать так, чтобы другие тебя уважали. И никогда никому не давай спуску. А, для начала вмажь пару раз по челюсти. Если тебя обидели, а там видно будет. Хочешь потанцевать с кем-нибудь? Да не с кем. Пригласи вон ту блондиночку. У нее кавалер болтливый. Я получила удовольствие от концерта. Неудобно. Такого слова нет. Учись. Марат дело знает. Разрешите вас пригласить? Я не танцую. А завтра я пойду с подругой в кино. Нет, завтра я приглашаю вас в театр. Потанцуем. Я же сказала нет. Слушайте, что вы пристаете? Она же сказала нет. Что ты сказал? А ну уйди. Хулиган. Они же его бьют. Прекратите сейчас же. Что вы делаете, ребята? Да помогите же. Уходим. Это он. Он. Разве он бил? Конечно. Я видела. Он же с ними сидел. Все убежали? Безобразие. Да, их трое было. Я тоже видела. Тащите его в милицию. Пройдемте. Ну? Что, парень? Что будем делать? Подпишите, пожалуйста. Ну вы ничего? Ничего. Ну так как же? Что молчишь? Отвечай. Здравствуйте. Здравствуйте. Допрыгался? Безотцовщина. Вы что делаете, гражданин? Хоть бы мать пожалел. Негодяй. Совсем от рук отбился. Стервец. Ну что мне с ним делать? Что делать, товарищ капитан? Младший лейтенант. Простите, лейтенант. В колонию, что ли, сдать? Там же его научат. А кто он вам будет? Разве не видите? Племянник. Другие нашкодят, а ты вечно нос суешь. Больше всех надо. Я на совещании, а мне звонят. Он с вами живет? Нет, на Шахрисяпской 6. Можете проверить. Но матери ни слова. Сердечница. Сам расскажу, у сестра все-таки. Ну, поднимайся. Иди, у меня переночуешь. Шагай, шагай. Еще дома всыплю. Пронесло. Не делай Sono open. Ты из всех ребят самый порядочный, Анвар. Я это давно понял. Ты мужчина, Анвар. Ну, ничего. Плачь. Стыда в этом нет. Но если кто-нибудь из вас еще раз полезет в драку, пощады не ждите. Пошли, пошли. Итак, подведем итоги, сынки миллионеров. Зеркало в дребезги. 160 с копейками. Посуда на 40 целковых. Короче, ваш идиотский загул обошелся мне в две сотни. Но это еще не все. Я битый час уговаривал милицию не заводить на вас дело. Я завтра вам верну деньги, Кинака. Честное слово. Стоп. Тебя это не касается. Ты тут ни при чем. Я сожалею, что завел этот разговор при тебе. Пусть они ломают голову. Да, в Липли. Ирки на ка шутить не любят. Мы-то свою долю отдадим. Я тоже отдам, ребят. Я же понимаю, это как бы долг чести. Вот именно. Видишь ли, можно добыть эти деньги. Способ простой. И даже, как бы тебе сказать, остроумный. Скажи. Прочти эту бумажку. Дорогой Наим Джан, рад приветствовать тебя. Надеюсь, ты жив. Здоров. У меня тоже все благополучно. Тревожу тебя вот по какому щепетильному вопросу. Если помнишь, я выручил тебя двумя сотнями. Прямо как другу говорю, попал в цепь нот. Горю. Шли сколько можешь. Адресуй на центральный телеграф до востребования. Так как кое-кто ничего не должен знать. Обнимаю. Ничего не понимаю. Кто-то кому-то должен. А я-то тут при чем? А при том, что если ты в конце письма поставишь свое имя, отчество и фамилию, то 200 рублей придут именно тебе. Уразумел? Вроде вымогательство. Фу, как грубо. Шутка. Но зато расплатишься с шефом. Да, но нужно быть круглым идиотом, чтобы поверить такому письму. Ну, дело в том, поверят, не поверят, а рискнуть стоит. Нет, ребят, это не по мне. Так, да. Так. Ты нам веришь? Ну. Что ну? Верю. Тогда пиши. Вот здесь. Своей рукой до востребования Анвару Мухтаровичу Гулям Хаджаеву. И дело с концом. Я деньги попрошу дома. Скажу, что затеял драку и разбил зеркало. Ха, маменькин сынок. Тряпка. Послушай, умом родителей век не проживешь. По каждому пустяку маме докладываться последнее дело для парня. Трусишь. Дай конверт. Битва на Волге явилась переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Врагу был нанесен удар. Судьба его была предрешена. Урок окончен. Анвар. Что с тобой? Дома что-нибудь случилось? Ты не здоров? А, наверное, с новыми друзьями поссорился. Я с ними давно не вижусь. А если по правде? По правде. По правде? Я тебе, Саида, ничего не могу сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Гулям Хаджаевы здесь живут? Здесь. Проходите, пожалуйста. Мне, собственно, нужно повидать Анвара Ка. Он молод, чтобы его так почтительно величали. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Анвар! К тебе пришли. Здравствуйте. Садись. Здравствуй. Я, видимо, ошибся. Мне нужен Анвар Мухтарович Гулям Хаджаев. Вы не ошиблись. Это я. Странная история. Судя вот по этому письму, тебе должно быть не меньше 60. Разрешите? Пожалуйста. Что это значит? Вы Наим Джан? Нет. Наим Джаном звали моего отца. Он умер. Две недели назад. А письмо с просьбой выслать 200 рублей пришло на пятый день после похорон. Деньги я выслал. За покойным не должно оставаться долгов. Мы живем в Аннижане. Здесь я по делам. Но вполне понятно, захотел исповедаться со старым другом отца. Ты получил эти деньги? Получил, я спрашиваю. Вот квитанция о переводе. Значит, ты их получил. Да. Где они? У меня их нет. Поговори с ним сама. Мальчик мой. Все равно от меня ничего не добьетесь. Я вам ничего не скажу. Что? Что ты сказал? Анвар. Ты нас обижаешь. Неужели мы не заслужили твоего доверия? Я хочу тебе помочь. Может, ты попал в беду. Ну, кто тебя научил этому умершему человеку написать письмо? Ну, хорошо. Подождем до завтра. Спасибо. Слышишь? До завтра. Потом заявим в милицию. Ну, что мы будем делать? Спасибо. Теперь мы будем делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Э, нет, погоди. Это всё не так просто. Ну а как ты там докажешь, что именно они заставили тебя написать письмо? Ну, твоих товарищей потянут, всех проверят. Комитет комсомола вмешается. Иркинака! Как же мне быть, Иркинака? Чего стоишь? Давай садись. Подумаешь, кто-то приходил, что-то говорил, ерунда какая-то. Садись в машину. Ну и втянули меня, ребята, в историю. Ах, негодяи. Ну, погоди, я с ними разделаюсь. Ах, негодяй. Сначала драка в кафе, помнишь? Теперь это выдумали. Нет, на сей раз им это так даром не пройдёт. Ты-то мой характер знаешь. Мне-то что делать? Иркинака? Придумайте. Домой я не вернусь. Лучше на озере, в шалаше жить, рыбой питаться. Пожалуй, ты прав. Давай-ка мы махнем на наше озеро. КОНЕЦ Вещи его лежали здесь. Их нашли местные ребятишки. Они и сообщили нам. Как он мог оказаться здесь? Это мы хотели спросить у вас. Местные рыболовы, которых мы опросили, сказали, что видели его и раньше. Он приезжал на машине с целой компанией. Судя по всему, ваш мальчик бывал здесь не раз. На нем была маска, ласты, рядом лежало ружье для подводной охоты. Он выпустил его, потому что запутался в водорослях. Ни ласт, ни маски мы ведь ему не покупали. Да и плавал он довольно неплохо. Почему же? Как же это с ним могло случиться? Видимо, он забыл о времени. Переохладился, устал. И выбраться не хватило сил. Такие случаи, к сожалению, бывают. Следов насилия или борьбы экспертиза не обнаружила. Пойдемте, мне нужно еще кое-что выяснить. Пошли. Мальчик мой. Мальчик мой. Успокойтесь. Скажите, я понимаю, вам сейчас очень тяжело, но я должна спрашивать. Вот дело. И кроме письма Анвара и почтового перевода, в нем ничего нет. К чему эти бумажки? Мальчика ведь все равно не вернешь. Но... Да-да, я понимаю. Спрашивайте. У вас не было такого ощущения, что у Анвара появились новые друзья или знакомые? Мы бы знали. Он от нас никогда ничего не скрывал. Впрочем, одну минуту. Сегодня, когда я стал разбирать его вещи, я нашел в его записной книжке чей-то незнакомый номер телефона. А рядом стояли инициалы. Э.А. А я могу взглянуть на его записную книжку? Да, конечно. Пожалуйста. Этот? Да. Угу. Эти письма написаны вами. Нами. Так. Вы сочинили только два таких письма? Только два. Через несколько дней мы это проверим. Вы, не маленькие, должны понимать, что ложь усугубляет вашу вину. Вы этим делом занимались только вдвоем? А как же? Третий лишний. Я его не знаю. Я тоже. А между тем, текст его письма, слово-слово совпадает с вашим. Значит, третий вовсе не лишний. Третьим был Анвар Гулям Хаджаев. Где он сейчас? Не знаю. Наверное, в школе. Где вы были утром 12 сентября? В техникуме. Оба? Конечно. Это могут вам все подтвердить. Вы же прекрасно знаете, что Анвара нет в живых. Кто убил Анвара? Вы нас обманываете, что Анвар убит. А он, наверное, филонит где-нибудь на озере. На каком озере? Да мало ли, озер под Ташкентом. Вы подозреваете нас? Вас двоих. И его. Алиева. Таким образом подозреваются трое. Вадим Алексеевич Козлов, Марат Гафурович Якубов и Эркин Умарович Алиев. Что случилось? Ну что случилось? Ты молчишь уже целую вечность. М? Меня вызывали к следователю. Почему? А ты не догадываешься, почему? Оглянись, Манзура, что тебя окружает. Ну, оглянись же. Все эти вещи стоят денег. Много денег. Ах, вот что. Ну, но ведь тебе нравилось, чтобы комната была именно такой. Мне тоже. Я привыкла жить среди этих вещей. И обойтись без них уже не могу. Здесь все мое. Слышишь? Мое. А со следователем? Разбирайся сам. Меня это не касается. Таким образом, преступная деятельность Алиева Иркина Умаровича подпадает под действие статей 218-я, часть 1-я, 129-я, часть 2-я и 108-й Уголовного кодекса Узбекской ССР. Подсудимый Алиев, вы признаете себя виновным в смерти Анвара Гулям-Хаджаева? Нет. Ваша вина в смерти Анвара Гулям-Хаджаева полностью подтверждается всеми материалами следствия. Это, знаете ли, как посмотреть на факты. Вы были 12 сентября около 15 часов на озере в районе поселка Юсупхана. Не помню. Я часто выезжаю за город. 2698 ТНБ. Номер вашей машины? Да. Машину с этим номером видели кишлачные ребята именно 12 сентября. Они нашли вещи Анвара Гулям-Хаджаева и на следствии опознали вас. Это несерьезно. Ну, разве можно верить болтовне кишлачных мальчишек? Подсудимый Алиев, на следствии вы показали, что некоторое время вы занимались вымогательством денег у родственников умерших. Не так ли? С какой целью вы вовлекли в это дело подростков Козлова и Якубова? Они писали письма своим почерком и получали деньги на свое имя. Это отводило подозрения от меня и давало возможность получать как можно больше. А вы не допускали мысли, что подростки могут выдать вас. У меня был точный расчет. В их возрасте они гораздо откровеннее с друзьями, чем с папой и мамой. К тому же я занял их делом. У них были деньги, риск, приключения. Зачем вы вовлекли в это дело еще и третьего? Ученика девятого класса Анвара Гулям-Хаджаева. Я не мог остановиться. Мне нужно было больше денег. А с помощью писем они давались легко. А почему на этот раз ваш выбор пал именно на школьника Анвара Гулям-Хаджаева? Видите ли, в этом случае выбор сделали они. Правда, приручить мальчика было нелегко. Почему? Ну, как вам сказать, он не был предрасположен к нашему делу. Но я, к сожалению, понял это слишком поздно. Садитесь. свидетель Гулям-Хаджаев. Скажите, вы не замечали, что в последнее время ваш сын что-то скрывал от вас, что-то недоговаривал? Только когда случилась эта история с письмом, мы поняли, что в жизнь Анвара вошли какие-то новые люди, о которых он нам ничего не говорил. а ведь он был почти взрослым. Видимо, я его не понимал. И это его обижало. Садитесь, свидетель Гулям-Хаджаев. Свидетельница Саида Шакирова. Скажите, когда вы видели в последний раз Анвара Гулям-Хаджаева? 12 сентября утром. Он прибежал ко мне, был чем-то очень взволнован. Только на улице сказал, я выведу их на чистую воду, я пойду в милицию, пойду к Алиеву. Он говорил о своих новых друзьях, Марате и Вадиме. Он их тот день нашел. и сказал, я пойду к Иркинаке. Потом исчез. В тот день он утонул. Садитесь, Шакирова. Принесите вещественные доказательства по делу. Я видел эти ласты. Видел? Иркинака брал их на озеро. Посмотрите, там должна быть надпись. Э плюс М равняется любовь. Э это Иркинака. М Манзура, его девушка. это написал я. Подсудимый Алиев. Как видите, все факты доказывают, что 12 сентября вы были с Анваром Гулямхаджаевым на озере. Так? Был. Но, повторяю, я не убивал его. Да, он прибежал ко мне. Был возбужден. Просил помощи. И мы поехали на озеро искупаться. А что было потом? Я видел, что мальчик успокоился. Оставил его и уехал домой. Нет, Алиев. Вы не сразу уехали домой. Вы сделали то, что заранее задумали. Вы решили избавиться от опасного свидетеля. Вы видели, как мальчик запутался в водорослях и не спасли его. Садитесь. Подсудимый Якубов. Вы признаете себя виновным в вымогательстве денег у родственников покойных? Да. А не считаете ли вы себя причастным к смерти вашего товарища Анвара Гулям-Хаджаева? Нет. Садитесь. Подсудимый Козлов. Вы признаете себя виновным в вымогательстве денег у родственников покойных? Да. Не считаете ли вы себя причастным к смерти вашего товарища Анвара Гулям-Хаджаева? Да. Нет. Подсудимый Козлов. Подсудимые Алиев и Якубов отрицают свою причастность к смерти Анвара Гулям-Хаджаева. Почему вы считаете себя причастным? Я только сейчас понял. Каждый из нас мог оказаться на месте Анвара. Ведь мы втянули его в эту компанию и заставили написать письмо. Он с самого начала не хотел идти на это. Он был честный, хороший парень. Он любил птиц. А мы смеялись над ним. Садитесь. Товарищи, мы имеем дело с фактом смерти. Тяжелую утрату понесли родители мальчика, потеряв единственного сына. Его друзья, одноклассники, школа потеряли хорошего товарища, одаренного молодого человека. Как это случилось? Кто в этом виноват? В нашем обществе, к сожалению, еще встречаются отдельные личности, которые в своих корыстных целях используют несовершеннолетних. Люди, подобные Алиеву, цинично строят свой расчет, учитывая их возраст, отсутствие жизненного опыта и присущие этому возрасту тягу ко всему необычному, связанному с риском тайны и приключениями. Неокрепшие души, как Козлов и Якубов, легко попадают на крючок этим подонкам, отщепенцам нашего общества. Личности, подобные Алиеву, зачастую маскируются под скромных тружеников, хороших семьянинов, разыгрывают из себя щедрых благодетелей, скрывая свое истинное нутро, подлое и алчное. Совершенно очевидно, товарищи, что это могло случиться, и это случилось по вине всех нас, сидящих здесь. Мы много уделяем внимания воспитанию молодежи, нравственному, эстетическому и общественному, но порой мы не проявляем должной чуткости и бережного отношения к переломному возрасту. Именно в этом переломном возрасте молодые люди часто подвержены заблуждениям и обману, которые приводят к роковым последствиям. Данный случай является результатом нашей близорукости и равнодушия. равнодушия общественного и личного. Все мы несем моральную ответственность за случившееся. Редактор субтитров